Коридор казармы. У каждой комнаты десятки кирзачей. Но при виде камеры поначалу все разбежались. Как и подобает настоящим разведчикам, они сдержаны и немногословны. Одного бойца успеваем все же застать и немного разговорить. Здесь получается у нас 16 человек. В одно помещение? Да. И не тесно? Нет. К бытовым условиям претензий нет ни у кого. Какой бы ни была казарма, говорят бойцы, это лучше, чем палатка под открытым небом. А здесь есть даже отдельный уголок для физподготовки. Каждое утро подъем штанги, жим на перекладине и жонглирование гирями. Но разминка только начало. Дальше многочасовые занятия на поле. Туда бойцы идут уже с оружием. Под открытым оренбургским небом, где ветер моментально пронизывает до костей, полк ежедневно проводит по 6-8 часов. Отрабатывает тактическую и инженерную подготовку, саперное именно подрывное дело и, конечно, стрельбу. Короткая остановка, баба, отработали. Он кричит, пустой. Вы этот момент меняете, вы досылаете подромпатронник, он вас ведет назад, короткая остановка, баба. В Алтайской роте свыше 100 военнослужащих. Большая часть – добровольцы, у которых за плечами боевой опыт в Чечне и Сирии. Бывалые саперы, разведчики, стрелки помогают отточить навыки тем, кто прошел только срочную службу. Командиры подчеркивают, практика идет с учетом понимания того, что современная дуэль, прежде всего, артиллерийская. Я считаю, что подготовка идет серьезно, и все те задачи, которые нам будут поставлены, мы выполним в полном объеме. Эффективно выполнять задачи под артиллерийским обстрелом невозможно без надежного обмундирования и снаряжения. В этом смысле незаменимы надежные шлемы. Имя наших разведчиков в качестве гуманитарной помощи обеспечил депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев. Спасибо огромное. Шлемы системы МИЧ – легкая, но многофункциональная бронезащита. Она способна защитить от осколков и пуль автоматов. Данная система может быть оборудована для защиты слуха активными наушниками. Может быть оборудована подобной системой. И дополнительно к этому есть возможность оборудовать систему монокулярами, системами ночного видения, системами тепловизионными, экшн-камерой. Александр Прокопьев поддержал ребят также морально. Передал пожелания от волонтеров вернуться домой живыми и невредимыми. И предложил бойцам отправить новогодний привет своим близким. В преддверии новогодних праздников взял с собой новогодние открытки. И вот попросил ребят написать пожелания. Пообещал им, что обязательно найду возможность передать эти открытки. Визит земляков, добрые напутствия, возможность передать весточку на родину немного растрогали разведчиков. Но теплые чувства, говорят бойцы, лишь повысили боевой настрой. На белый лифт, и голоданочка на мою жизнь. Это голоданочка на мою жизнь. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин